Всем огромный привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. Приветствую всех любителей покупок сайта Алиэкспресс. Видео будет разделено, ну не то что разделено, в общем я планирую выпустить в ближайшее время 4 выпуска, то есть 2 будет в августе, еще до конца августа надеюсь выпустить одно видео, и 2 будет в сентябре, в течение сентября, может быть даже и больше, потому что я заказывала очень много посылок, и сейчас доходит, как я уже говорила, то, что не дошло в прошлый раз, поэтому накопилось огромное количество, и все они такие классные. То, что пришло ко мне сейчас, оно действительно заслуживает вашего внимания, поэтому спешу поделиться. Как вы знаете, кто подписан на меня в инстаграм, иногда я там выкладываю раньше какие-то обзоры на то, что я получила, и у меня теперь есть свой телеграм-канал, куда я выкладываю тоже живые фотографии, и также ссылки на товары, которые доступны вам 24 на 7, поэтому я оставлю ссылку на свой телеграм-канал, и ссылку на все товары, которые я покажу сегодня, тоже вы найдете в описании под видео. Так что, если вам интересно, то давайте приступим. И сразу хочу попросить прощения, если будут какие-то проблемы со звуком, я сейчас заказала себе новый микрофон, вот жду, должен прийти, пока снимаю со старым, и, к сожалению, бывает так, что я касаюсь, либо тем, что я показываю, либо бывает он сам обо что-нибудь трется, и могут быть какие-нибудь такие недоразумения, поэтому сразу извиняюсь. И первая вещь, которую я хочу вам показать, это вот такая сумочка, которую я купила специально для того, чтобы не покупать в магазине пакеты, когда я хожу за продуктами, и если мне надо небольшое количество, то она ей просто идеально подходит, и мне удобно ее поднимать с ребенком, когда мы поднимаемся по лестнице домой, потому что что-то более глобальное мне, конечно, тащить неудобно, потому что лев и так тяжелый, мне нужно следить, чтобы он аккуратно поднимался. Вот, поэтому эту сумку я беру в руку, и она как бы особо мне не мешает, я могу следить за ребенком и нести продукты, но это в ситуации, если я одна. Мне очень понравилось, что на ней сделаны вот такие кисточки, сумка очень-очень качественная и очень прочная, даже если вы купите что-то тяжелое, какие-то банки, то они без проблем сюда поместятся, и она отлично все выдержит. Я обязательно поближе сделаю фотографии, была еще подобная сумка с белой надписью, ну вот с такой же, но я выбрала именно такую, потому что мне понравилось, как черная надпись сочетается с этими кисточками, да и с сумкой в целом. Поэтому всем могу порекомендовать, если вам тоже надоело в магазине покупать целлофановые пакеты, потому что обычно их негде хранить, а если они где-то хранятся, то всегда это выглядит некрасиво, даже если в шкафу. Ну, по крайней мере, я не люблю, когда у меня дома вот есть целлофановые вот эти большие пакеты с надписями магазина, можно вот купить, ну, может быть, не совсем вечную, но я думаю, что она, в принципе, прослужит долго. Если вам она тоже понравилась, то ссылку обязательно найдете в описании под видео. И далее хочу вам показать еще покупки, которые я очень часто совершаю на Алиэкспресс, но в этот раз я взяла не для себя, а на подарок. Это вот такие записные книжки, блокноты, ежедневники, как хотите называйте. На самом деле, я уже когда-то, по-моему, полгода назад, когда снимала видео, может быть, чуть поменьше времени прошло, я показывала несколько записных книжек, и я все их раздарила, потому что были разные праздники. И когда я обычно делаю подарки, будь то день рождения, ну, либо еще какой-то праздник, я кладу ежедневники, потому что я знаю, что... Ну, точнее, меня окружают в основном люди, которые делают записи именно в какие-то записные книжки, а не в телефон, там, заметки. Я сама не могу писать заметки, мне проще именно так это делать. Вот такая записная книжка, которая, в принципе, внутри просто имеет линейки. Вот здесь она, никаких здесь ни чисел, ничего нет. Я, кстати, вот такие люблю, потому что мне нравится вписывать числа самой. Все-таки, когда ведешь ежедневник, там, как сказать, нужна вот какая-то конкретика, нужно отмечать число. В общем, кто ведет ежедневники с числами и там, где есть год, я думаю, меня понимает. Здесь ты, в принципе, ничем не обязан, когда захотела, тогда написал, какое тебе нужно число, такое и поставил. Он очень красивый, здесь у него магнитная застежка, вот, и страницы все сделаны. Вот такой цветочки, обязательно поближе тоже покажу. А вот этот ежедневник, он уже как раз идет с датами. И здесь все очень-очень красиво оформлено. Я думаю, что многие такие ежедневники тоже любят, когда вы открываете страницу и практически на каждый разный рисунок. Вот, смотрите, сюда можно писать разные такие небольшие заметочки. Тоже абсолютно к качеству никаких претензий нет, застежка магнитная. И я тоже подарю его, не знаю еще кому, у меня сейчас впереди очень много праздников и осенью будет. Поэтому такие вещи я заказываю на Алиэкспресс, потому что там, получается, можно выбрать какой-то интересный вариант. И он не будет стоить, как крыло от Боинга. Вот этот ежедневник я купила, по-моему, за 9 евро или за 10 евро. И вот этот еще дешевле стоил, ну, может быть, сейчас подороже, по-моему, 8. И следующая моя просто прекрасная покупка, которую хочется спеть дифирамбы, тоже уже выкладывала в Инстаграм. Это вот такой небольшой коврик, который я заказывала специально для того, чтобы положить его перед комодом. Обязательно тоже покажу и фотографии, как он выглядит. Что касается его характеристик, то он хлопковый. Для меня это было одно из таких, ну, наверное, важных качеств его, потому что хотелось именно из какого-то натурального материала. И рисунок здесь не тканый, а нанесенный, но я думаю, что это никак не умаляет его качество. И этот коврик выглядит очень-очень эффектно в интерьере. Можно было выбрать разные расцветки. Я взяла себе вот такой и еще заказала с пальмовыми веточками. Но я покажу его в следующем видео, потому что он сейчас находится в Эстонии на почте, но до меня еще не дошел. Там тоже будет много интересных вещей. Я могу сказать, что я вот просто всеми руками и ногами его рекомендую, потому что качество превосходное. За те деньги, которые я купила, я считаю, что это вообще просто на 100% идеально удачная находка. Но сейчас хочу вам рассказать очень классный лайфхак. Раньше у Letyshops был небольшой, но ребята придумали, как сделать ваш кэшбэк в несколько раз больше и назвали его горящим кэшбэком. Горящий он, потому что он очень быстро разлетается, то есть количество активации ограничено. И процент возврата может достигать до 30 и более процентов. Поэтому обязательно поторопитесь, если у вас в планах были какие-то покупки. И, например, сейчас действует горящий кэшбэк на сайте Алиэкспресс. Раньше был до 5%, теперь до 25%. То есть все очень просто. Для того, чтобы получить этот горящий кэшбэк, точнее активировать и получить этот горящий кэшбэк, вы просто выбираете понравившийся вам товар, заходите на сайт Letyshops. Все предложения, на которые распространяется горящий кэшбэк, будут выделены красной рамкой. Находите там нужный магазин, в данном случае Алиэкспресс. Просто нажимаете на иконку магазина и все, ваш кэшбэк активирован. Сразу обратите внимание на то, что там есть таймер, который показывает, сколько длится горящий кэшбэк. А потом уже с Letyshops переходите на сайт Алиэкспресс и покупайте понравившийся вам товар. И я уже говорила, что с Letyshops сотрудничает 2400 магазинов. И каждый день предложения с горящим кэшбэком обновляются. Поэтому обязательно заходите и ищите тот, который нужен вам. Возможно, у вас были планы на какой-то конкретный магазин. Я обязательно ссылку оставлю в описании. Так что поторопитесь, потому что, как я уже сказала, количество ограничено. И всем приятных покупок. Следующая моя покупка оказалась тоже не менее удачной. Я даже... Это кисти. И я даже специально для них выделила вот такую красивую баночку. Я уже тоже выставляла их в Instagram. И девочки, кто заказывал... Я вообще-то думала, что я их первая, возможно, нашла. Но девочки, кто заказывали, подтвердили, что они тоже удивлены качеством за эти деньги. И покупала я их за 10 или 11 евро. Ну, там, евро туда, евро обратно. И что касается самого набора, состоит он из 11 кистей. 7 для глаз и 4 для лица. Здесь вы найдете все, что вам нужно для того, чтобы сделать полноценный макияж. У кистей короткие ручки. Также здесь есть надпись какая-то. Это иероглифы. И, как вы видите, она скошена. Я тоже фотографии обязательно покажу. Вот вообще абсолютно никаких претензий, ни к единой кисти у меня нет. И также качество все очень аккуратно сделано. Ворс с них абсолютно не лезет. Я уже мыла вот эту большую кисточку, потому что первой ей воспользовалась для пудры. И можете почитать в моем Instagram вообще отзывы девочек, кто уже себе этот набор приобретал. Все пишут, что любимый, самый лучший. Так что ссылку на этот набор из 11 кистей я обязательно оставлю в описании под видео. Далее хочу вам показать тоже одну из моих самых удачных покупок. Это вот такая сумка. Мне уже девочки в комментариях там писали. Оксана, ты что забыла? Ты обещала ее показать. Я же показывала ее во влоге, но, видимо, девочки не смотрели. Поэтому дублирую сюда. По-моему, в Instagram я тоже про нее писала. И на Telegram канале тоже она у меня есть с фотографиями. И с описанием, если я точно помню. Я уже говорила и выражала все свои восторги. Сумка просто обалденного качества. Для ее стоимости там тогда она стоила, по-моему, 19 евро. Вообще никаких нареканий нет. Она сделана очень-очень интересно. То есть, тоже уже показывала. Здесь есть одна вот такая. Ну, как сказать, крышка сверху. И большое отделение. И также есть второе, которое сверху закрывается крышкой. И на магнитную кнопку. Тут у вас точно никто ничего не сможет украсть. Потому что нужно очень сильно постараться, чтобы пролезть вот в этот внутренний карман. Я просто обожаю эту сумку. Я ее очень часто носила. И она в первозданном виде. Ну, конечно, кирпичи я в ней не таскаю. Что уж тут говорить. Она велюровая. Я уже тоже говорила. Обожаю этот материал. Мне нравится по нему рукой. Елозит что-то писать. На нем здесь вот есть надпись. Которая сделана из очень маленьких металлических золотых букв. Вот такая фурнитура. Ручка очень-очень крепкая. И она съемная. То есть, вы можете, например, если вам не хочется носить ее на плече. Вы можете носить ее как клатч. Либо внутрь туда заправить. Либо вообще ее отстегнуть. Я обожаю вот эти спортивные ремешки. Они очень удобные. То есть, когда вы носите, это никак на плече у вас никакие мозоли от сумок не оставит. И следы никакие. Потому что, ну, действительно, она очень такая мягкая. Но, тем не менее, очень прочная. Я уже говорила, что эта сумка одна из самых-самых-самых удачных сумок. Которые мне удалось найти на Алиэкспрессе. Они были в разных цветах. Была еще коричневая. Были более, знаете, такие спокойные, приемлемые варианты. Просто вот у меня бзик сейчас на темно-синие какие-то цвета. Зеленые, малахитовые. Поэтому я выбрала такую. И абсолютно ни о чем не жалею. И еще, девчонки, хочу вам показать одну очень полезную вещь. По крайней мере, полезную для меня и для моей семьи. И я заказала себе вот такой вот органайзер, который я хотела использовать для хранения пледов. Потому что все пледы на лето мы убираем. Ну, просто в них нет необходимости. Во-первых, жарко, и ты не будешь ими укрываться. Вот. И, во-вторых, хотелось, чтобы они и сохранили свою форму, и не пылились где-то в шкафу. Поэтому я заказала вот такую корзину. Во-первых, мне очень понравился принт. Во-вторых, я посмотрела, какие размеры. И, ну, честно говоря, не ожидала, но у меня сюда влезло 4 таких хороших, больших пледа. И если вдруг вы хотите организовать вещи, не обязательно пледы, может быть, одеяло, подушки. Ну, подушки, конечно, небольшие, то я советую к покупке вот этот органайзер. Качество у него просто прекрасное. Рисунок тоже потрясающий. То есть, он довольно простенько оформлен. Ну, вот этот вот глубокий, насыщенный зеленый цвет очень красиво смотрится на вот этом белом фоне. Ручки здесь из материала сделаны, очень прочные. И есть еще круглые корзины, но я обязательно ссылку оставлю. Мне нужна была такая квадратная, я себе ее и заказала. Так что в хозяйстве это точно мне пригодится для организации каких-то вещей. Ну, в данном случае пледа. Показать еще одну покупку. Это зубная щетка от марки Xiaomi, которая называется Oclean. Я ее заказала специально для папы, и на данный момент ее цена 56 долларов. Сейчас у них вышла модель новее, которая называется Oclean Sonic Pro X, по-моему, так. И она стоит чуть дороже. У нее уже сенсорный дисплей. Я заказала ее для себя. В следующем видео, думаю, покажу. Или через видео, не знаю, когда она дойдет, потому что заказ делала недавно. И так как я ее не пробовала, информация, которую я могу сказать сейчас, это то, что к ней идет приложение. И пока то, что я могу вам показать, как она включается. Вот, когда вы нажимаете, тут поют Oclean. И дальше вы можете вот... Она разговаривает, кстати. Если зажимаете кнопку... И вот так она выключается. Все это дело приходит вот в такой упаковке. То есть есть большая коробка, которую я показала в самом начале. И вот такая пластиковая упаковка. Сверху закрывается. Мне кажется, на подарок вообще очень здорово. Ну, если, конечно, человек хотел себе зубную щетку. Эта щетка заряжается от USB-провода. Тоже все идет в комплекте. Вот так дело это выглядит. Я, кстати, сейчас, когда открыла для того, чтобы показать, заряжала ее от компьютера. И он вот такой магнитный. Прям вот пристает к ней. Зарядка здесь 3,5 часа. И хватает ее на достаточно продолжительное время. Так что вот, девчонки, на сегодня это все, что я хотела показать. Если у вас есть какие-то вопросы, то не стесняйтесь, пишите мне их в комментариях. Может быть, вы тоже что-то уже покупали из того, что я вам показала. Буду тоже очень рада узнать ваше мнение. И увидимся во второй части. Всем пока!